какие только слова нам не приходится слышать фитнесе и так анатомические поезда миофасциальный релиз что только действительно не опускается на голову нашего бедного клиента кто еще не знает вы находится на канале александр мирошникова я александр мирошников странное совпадение и в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема миофасциальный релиз а точнее прокатывание роликами полезно ли вообще и зачем это нужно делать времени нас мало вперед-перед к знаниям в последние годы прокатка пенопластовым цилиндром или роликом стала обычной практикой во всех видах спорта фитнеса и высоко ценства в области силовых упражнений реабилитации и физические подготовки для повышения работоспособности или подготовки к соревнованиям и для ускорения восстановления после упражнения в общем как муми и прокатывание это форма самомассажа в которой целевую мышцу прокатывают или массажируют с использованием специальных устройств пенопластовый цилиндр ролик пенный валик и различные типы роликовых массажных стержней палочек ну и так далее и тому подобные гигантский бизнес поэтому придумывается каждый день какой-то новый массажер некоторые причины по которым самомассаж с помощью прокатывания стал популярной техникой вмешательства используя как элитными спортсменами так и фитнесерами может заключаться в ее доступной простой и эффективной форме массаж на поставить вы купили один раз в жизни этот ролик и скачете на нем однако несмотря на популярность миофасциального релиза не существует единого мнения о его преимуществах и вот наша задача как раз с этим разобраться не только мы с этим решили разобраться но и наши западные коллеги буквально на днях выходит мета анализ 21 исследование вошло в него выводы результаты настоящего мета анализа свидетельствует о том что влияние прокатки на работоспособность и восстановление является внимание довольно незначительно но может быть актуальным в некоторых случаях например для повышения гибкости или уменьшение болезненности мышц но мышцы болят до после например силовой тренировки на следующий день мы побили по ногам чуть этим валиком поскакали по нем но и вроде бы боль проходит однако любой мета анализ ограничен имеющимися данными и для этого анализа существует несколько ограничений во первых большинство включенных исследований содержит небольшой размеры выборки что приводит к снижению статистической мощности то есть народу каждый раз в исследовании 10-20 человек во вторых ни одно исключенных исследований не смогло ослепить своих пациентов из-за характерного метода прокатки потому что каждый раз достается валик как ты ослепишь таким образом эффект плацебо невозможно исключить в третьих методологии исследования сильно различалась например большинстве опубликованных исследований не проводилось измерение приложенного давления прокатного действия то время как только немногие исследования использовали специальные роли где показаны и давление можно тогда хоть варьировать потому что одному человек давили с такой силы другого человек давил сам себе с третьей силы и поэтому никак нельзя приравнять группы с уверенностью можно сказать что миофасциальный релиз а конкретно прокатка вот этим роликом входит в раздел так называемый мумию в которой уже вошли анатомические поезда вот прокатка роликом что мы еще туда можем поставить штангетки аммиак перед жимом штанги лежа ну и так далее тому подобное что же деньги как говорят не пахнут если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал на самые занимательные веселые практичный а главное научные темы все пока 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 а